Итоги недели подведем сегодня вместе в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! На этой неделе из Алтайского края продолжали провожать мобилизованных и добровольцев. Самые масштабные отправки были 25 и 26 октября. Только из Бийска за три дня проводили 270 человек. В основном мужчин, которые служили по таким воинским направлениям, как разведчики, артиллеристы, связисты. Все они отправились в формирующуюся мотострелковую бригаду. 25 числа ребят также отправляли из Бурнаула, Куринского, Ощерышского и других районов. Будут ли еще отправки, пока неизвестно. А накануне губернатор подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей, призванных на службу. Семьи мобилизованных освободят отплаты за детский сад, школьников обеспечат бесплатно горячим питанием. Пожилым родственникам и инвалидам в таких семьях будут предоставлять в приоритетном порядке социальные услуги. Малыши до полутора лет, чьих отцов мобилизовали, получат возможность попасть в детский сад вне очереди. Правда, если в наличии будут свободные места. Членам семей готовы содействовать и в поиске работы. Для них предусмотрена организация профессионального обучения. Бесплатное горячее питание предоставят и студентам очные формы обучения, чьи отцы ушли воевать. Между тем, из Бурнаула отправили уже несколько машин с вещами, которые пригодятся мобилизованным на учениях и на спецоперации. И эту помощь волонтеры считают уже в тоннах. Есть ли какой-то четкий список того, что приносить можно, а что может оказаться лишним, смотреть в сюжете. Это дизельный отопитель, который бездымный, достаточно экономный заливается дизелью. Даже вот такие вещи есть. А еще продукты длительного хранения, предметы личной гигиены и многое другое. В начале октября в Барнауле официально открыли несколько пунктов сбора в каждом районе. Мы формируем вот эту помощь относительно того, что принесут нам люди. Да, мы понимаем, что есть определенный рекомендованный перечень, но мы ни в коем случае не ограничиваем наших жителей. Также обращаются семьи мобилизованных, потому что с их родственниками есть контакт, есть обратная связь, есть определенная потребность в чем-то. И мы делаем все для того, чтобы обеспечить, удовлетворить эту потребность. Конечно, запретить мы жителю, который принес, ну так скажем, ну не совсем нужную вещь, мы не можем. Потому что, во-первых, это человека, ну, по сути, обидит. Особенно нужны сейчас теплые вещи. Термобелье, перчатки, берцы, стельки. В пунктах сбора напоминают, деньги они не принимают. Лучше принести, например, лекарства – парацетамол, аспирин, бинты, жгуты, кровоостанавливающие препараты. К помощи сегодня присоединились и организации. Они помогают с достаточно дорогими товарами – приборы ночного видения, экипировка. Ну, не может же обычный житель принести, к примеру, 20 палаток, да, допустим, там, или 20, там, или 40 пар обуви. Но, тем не менее, бывают и такие. Пункты сбора работают каждый день с 10 утра до 6 вечера. С начала октября удалось отправить порядка 700 коробок с вещами. Это три машины, которые отправились в Омск и Валейск. Помимо пунктов, развернутых мэрией, сегодня в городе помощь оказывают и общественники. Очень много активных групп. С большими мы взаимодействуем, где-то помогаем с отправкой. Да, мы видим, что люди в едином порыве хотят помочь. Но пока, как таковой, единой структуры, единой системы в помощи, поддержки нет. И наша задача сегодня – как раз эту структуру организовать. Пожалуй, самую большую группу волонтеров создали в телеграм-канале «Добрая воля-22». На данный момент в ней состоят более 7,5 тысяч человек. В нами собрано и подготовлено более 1200 индивидуальных медицинских аптечек. Добровольцами сварено 58 печек буржуек, спальный мешок, балаклавок, резиновые сапоги, термобелье, носки, перчатки. Это мы вообще не считаем, это учету уже не подлежит. Это мы считаем тоннами. Помощь будет требоваться и дальше. Ведь сегодня в крае проводили очередную партию мобилизованных. А накануне первые бойцы из региона уже отправились с учений на спецоперацию. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. В регионе тем временем продолжают возвращать мобилизованных, которые были призваны ошибочно. Например, только Народный фронт получил порядка 85 таких заявок. При этом общая цифра вернувшихся неизвестна, так как помимо Народного фронта этой работой занимаются разные каналы. Призывная комиссия, прокуратура, госуслуги. Подробнее об этом рассказал руководитель Народного фронта в рамках дискуссионного клуба «Точка зрения», который прошел в Сибирской медиагруппе. Мы видим с вами динамично изменяющееся законодательство. То есть с 21 по 24 сентября призыв студентов-очников, он был абсолютно легитимный. То есть дальше изменения, соответственно, возврат. Указания Генштаба, возврат вчерашних срочников, которые демобилизовались менее чем полгода. Это тоже категория. Категория связана с состоянием здоровья, потому что у многих заблуждение. Мобилизация не предполагает медицинского свидетельства. Это только медицинский осмотр. Соответственно, это уже постфактум, и эта работа тоже ведется. Сейчас у нас с вами категория многодетных. То есть это тоже формат. Работа не велась, ну, откровенно говоря, в большинством предприятий, да, мы с вами сами, я вот в этой части, можно там крамольно говорить или не крамольно, да, но я поддержу здесь абсолютно военкома. Мы, как военнообязаны, просто не обновляли те свои данные, которые обязаны, обязаны обновлять военноучетных столов в военкоматах, да. То есть и о состоянии семьи, и о состоянии здоровья, и о уровне образования. То есть этой информации просто не было, поэтому были и отцы-одиночки, да, были, потому что 20 лет прошло с момента того, как он демобилизовался со срочной службой, и никто не знал, что у него уже там двое детей, и, к сожалению, он уже на сегодняшний момент вдовец, а этой информации просто не было. А мобилизация проводилась, ну, в считанные часы. Бывают даже такие истории непридуманные, когда жена, условно говоря, или мама звонит и просит, а он четко пишет, как доброволец и говорит. Даже были ситуации, когда они призывались к другому военкомату только по одной простой причине, что, ну, мужской поступок, чтобы женщины не мешали. Краевые парламентарии на этой неделе в рамках сессии обсудили региональный бюджет, корректировку финдокумента текущего года и проекта на 23-й. Обсуждали достаточно бурно. Так что депутаты думают о будущем бюджете края и как мы будем жить в ближайший год, расскажем далее. 900 страниц. Самый объемный вопрос этой сессии и самый определяющий жизнь региона документ. Бюджет края на следующий год. В парламенте сразу обозначили, что единства в этом вопросе у депутатов нет. И председатель профильного комитета подчеркнул, чем грозит непринятие документа сегодня в первом чтении. Временное управление бюджетом, когда у нас все основные расходы будут финансироваться по одной двенадцатой коллегии. Если посчитать по текущему 22-му году, это порядка 15 миллиардов рублей на все расходы коллегии. То есть в том объеме, который был заложен в текущем 22-м году. Но не думаю, что коллеги, наши избиратели, жители нашего Алтайского края будут обрадованы всем фактом, когда их заработная плата останется прежней, а капитальные все вложения перестадут финансироваться, до главных распорядителей будет доводиться одна двенадцатая финансирование. По словам депутатов, сегодня от них требовалось рассмотреть три цифры – доход, расход и дефицит. Они уже вызвали полемику. Если мы говорим о том, что нам надо не спеша, но уверенно проехать отрезок пути в составе предпоследнего вагончика, то, наверное, такой бюджет подходит. Если мы говорим, что мы должны что-то опережающими темпами сделать, ну, наверное, нам надо что-то ко второму чтению думать. Либералы-демократы решили бюджет поддержать, хотя и выразили свои претензии. Например, что размер федеральной помощи мал, а Минфин слишком осторожно подходит к акцизам, как источнику доходов. С учетом геополитики, когда в Москве есть что поддерживать, региону нужно рассчитывать на собственные доходы. У справедливоросов вызвали сомнения и расходы бюджета. 153 миллиардов рублей на 13 больше, чем годом ранее. Они считают, что такой размах не отвечает действительности. Большая часть этого увеличения обеспечена за счет беспрецедентного роста дефицита бюджета. С 6,7 миллиардов рублей до 13,4 миллиардов рублей, которые нам в течение года еще предстоит чем-то покрыть. При этом, если сравнивать расходную часть бюджета 2023 года с расходной частью бюджета текущего года, последнего итерации, принятой нами буквально на текущей сессии, то она действительно окажется аж на 27,2 миллиарда рублей меньше. Если честно, такого разрыва за три своих созыва я не видел никогда. Справедливоросы заявили, что воздержатся от принятия проекта КПРФ, что не поддержат, в том числе из-за финансирования важных сфер. А теперь по статей на 5, как просит Минфин и правительство, сравниваем первое чтение с первым чтением этого года. Жилищно-коммунальное хозяйство минус 25%, здравоохранение, тут внимание депутатов медиков, которые сегодня тоже присутствуют, минус 20%. Социальная политика минус 5%, опять же, это с учетом 7 миллиардов, которые уходят теперь мимо казны края. А без этого и того там больше падение на 17%. Кто мешает проголосовать за бюджет в первом чтении, в рабочем порядке потом добиваться включения этих предложений ко второму чтению. Среди предложений по корректировке проекта звучал вариант приватизации некоторых предприятий, заимствование средств, причем не только из бюджетных кредитов, увеличение объема резервного фонда края. В КПРФ против законопроекта высказались не все, причем аргументировали свое несогласие с коллегами. Этим вы лишаете помощи жен и детей героев, кровь проливающих за вас на фронте. Пора, пришла пора закончить политические игры. Сталина на вас нет. Уклон идет к тому, что мы консолидируемся вокруг главной цели и задачи, которая сегодня стоит и у нас в Алтайском крае, и в целом Российской Федерации. В итоге за 43 депутата, против 18, 5 воздержались. Бюджет принят в первом чтении. В ближайший месяц парламентариям предстоит большая работа. Следующее чтение обещает быть еще более долгим. Анастасия Дороган, Андрей Печеркин. День с толком. У программистов появится еще одна мера поддержки. С 1 января 2023 года эти компании, работающие по упрощенной системе налогообложения, смогут применять пониженные ставки. Если налогом облагаются доходы предприятия, то ставка по упрощенке для них составит 1%. Если же доходы уменьшены на величину расходов, то 5%. Однако соответствовать льготным условиям смогут не все. Председатель комитета по бюджетной политике АКЗС Антон Васильев рассказал о критериях и о том, сколько средств на это могут заложить. Не каждая и любая относится к этой категории. Те, которые имеют либо права на программы МВМ, которые включены в российский перечень ПО, фактически они реализуют программы импортозамещения, либо они находятся в перечне государственных организаций, которые определяют правительство и имеют аккредитацию для такой деятельности в сфере ИКТ. Само собой, это одно из решений в цепочке общей государственной политики, поддержки как раз эти секторы. Вы помните, у нас были решения по выделению ипотеки на льготных условиях для работников IT-сектора. Сейчас отсрочка по мобилизации, она прорабатывается, решения эти тоже мы уже сейчас видим. Одно из решений – это разработка специальных государственных программ. Наверняка вы видели большую программу по радиоэлектронике, по микрочипам. То есть работа очень существенная, по IT-проектам как раз она двигается. Алтайский край принял решение понизить ставки, как раз только для этой категории налогоплательщиков. На сегодня их в Алтайском крае, которые могут подпадать под эти условия, около 170 организаций. У них порядка 16 объектов интеллектуальных прав, которые относятся к программе на ВВМ. Пока мы не знаем наверняка, что попадет в перечень Алтайского края, но работа Минцифры Алтайского края велась по потенциальным многоплательщикам. Я думаю, что до 50 миллионов – это та сумма, которая из нашего бюджета максимально может в предыдущие и следующие годы у нас попасть в выпадающие доходы. То есть, в общем-то, потенциал хороший для того, чтобы использовать эту систему многоплажения. Система, причем, она достаточно интересная, она еще стимулирует выполнение ряда позиций нашей IT-компании. Очень серьезный критерий – это четырехкратный размер мрот для работников. То есть порядка 70 тысяч рублей у организации должна быть средняя заработная плата. Но, сами знаете, что обычно в IT-компаниях общероссийского масштаба зарплата выше 100 – это как минимум, то и больше. Сегодня не соглашаются уже программисты работать с той зарплатой, которая ниже этих параллель. Продолжим. Дело близится к зиме. Снегоуборочную технику на улице Барнаула пришлось вывести уже в минувший понедельник. С наступлением холодов практически ежегодно встает вопрос, а хватит ли спецавтомобилей для уборки снега. Причем не только к краевой столице, но и в целом по краю. Ответ на вопрос искал Дмитрий Дроздов. Тем более, что в план очистки в регионе на этот год добавили еще 350 дорог. Зима близко и используем всем известную фразу. Этому городу нужны новые герои. Вот она, спецтехника, которая будет нас выручать в заснеженное время года. И таких красавцев 963 единицы по всему Алтайскому краю. Это и бульдозеры, автогрейдеры, тракторы, пескоразбрасыватели и многое другое. На Барнаул приходится 248 единиц техники. 26 были приобретены в этом и в том году. Не забыли и про районы края. Также сегодня покупается техника в таком же объеме. Каждому району практически досталось в этом году. Кому КДМ, кому погрузчик, кому-то автогрейдера. Эта программа уже на протяжении трех лет работает. Поэтому те районы, которые заявки отправляли, их, я думаю, все удовлетворили. В борьбе со снегом не обойтись как без техники, так и без противогололедных материалов. Как сообщили в Алтае-Автодоре, на сегодняшний день заготовлено больше 41 тысячи тонн реагентов. Песок вместе с солью будут способствовать улучшению качества дороги в скользкое время. Причем планируется использовать соль не только из бурлы, как мы привыкли, но и казахстанскую. Также применяются у нас жидкие реагенты. Это соляные растворы. У нас есть соляная станция, на которой мы изготавливаем соляную смесь. И КДМ, которые оборудованы другим оборудованием, они работают именно на смесях смоченных. Кроме очистки и посыпки, на дорогах планируют устанавливать снегозадерживающие заборы протяженностью более 22 километров. Срезать ветки, которые могут помешать пройти техники при чистке дороги. Это позволит сделать полосу движения шире. Ну и как нам пообещали, при неблагоприятной погоде специалисты готовы будут выехать на проблемную точку очень быстро, как и работать круглосуточно. Осталось дождаться зимы и проверить технику в деле, а также обещания дорожников. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. Торги проведут в ближайшие месяцы, а само строительство начнется не раньше 2023 года. Строительство само будет проходить по, согласно документации, в 2023-2024 году. Что касается источника финансирования, то этот объект будет крупнейшим объектом, который будет финансироваться за счет инфраструктурных бюджетных кредитов. То есть средства уже региону определены, они уже заведены в плановом режиме. Как только появится развязка, водители смогут выезжать с объездной дороги на Зминогорский тракт и продолжать движение в сторону Рубцовска и по федеральной трассе А-322. Отмечается, что на время строительства развязки закрывать дорогу для автомобилей не планируют. Цены на зимнюю резину снова выросли. При этом и выбор сейчас ограничен. Наши корреспонденты отправились в магазин, чтобы понять, сколько стоит обувь для авто и каков ее ассортимент. Огромные очереди, но не в магазинах. После первого мощного снегопада автовладельцы спешат переобуть свой транспорт. Запись расписана на неделю вперед. Однако это не главная проблема автолюбителей. Выбор шин минимален. Еще и цена на них выросла. Европейские бренды прекратили поставку шин в Россию. Поэтому сейчас на рынке пользуются спросом китайские и местные покрышки. Подражание было от 3 до 5 процентов на шины. Европейские бренды, как бы они ушли с нашего рынка, остались только остатки на складах. Сейчас у нас идет импортозамещение, это китайская шина. То есть берут и российского производителя, и китайского. Автолюбители, с которыми мы пообщались, рост цен, безусловно, заметили. Но к ситуации отнеслись с пониманием. Шинами я заранее закупился, но относимся лояльно. Ну а что делать? Такая ситуация, все понимаем, о чем идет речь. Что касается стоимости, то переобуть авто сейчас можно за те же деньги, что и год назад. От полутора до двух с половиной тысяч. В зависимости от места, которое выбирают автовладельцы. Ну а менять резину стоит, когда среднесуточная температура длительное время держится ниже плюс 5 градусов. Сцепление с асфальтом летней резины при таких цифрах уже ненадежное. Тормозной путь увеличится, и колеса будут скользить. Заранее записываться на шиномонтаж, то есть они записываются за 2-3 недели сейчас. То есть приехали в то время, которое они записались, сделали спокойно шиномонтаж и уехали. 40-50 машин в день у нас переобувается. Ну и ответим на вопрос новичков, какую резину все-таки выбрать для зимы. Шины бывают двух видов. Не шипованные или народное название липучка. Такая удобна для города, где отсутствует лед на дорогах. И, соответственно, шипованная. Она хороша для поездок по снегу. Кстати, эксперты рекомендуют со сменой сезонных шин не затягивать. Ведь в этом случае будет безопаснее абсолютно всем участникам дорожного движения. Дмитрий Троздов, Андрей Печоркин. День с толком. Древесины должно хватать всем, подумали краевые депутаты и изменили норматив предоставления дерева жителям края. Предыдущие 15 лет расклад был такой. Для строительства жилья люди могли рассчитывать на 100 кубов льготной древесины. Для ремонта на 25 кубов. Однако на этой неделе парламентарии сократили норму. Максимум для строительства теперь составляет 70 кубометров, 15 для ремонта. Как отреагируют жители? Будут ли возмущены? Депутаты уверены, что нет. Потому что только с новыми уменьшенными лимитами очередь на льготную древесину может уменьшиться. Причем вот эти цифры, 100 и 25. В 2007, когда был принят лесной кодекс, значит, ну, взяли так, давайте посмотрим правоприменительную практику, а тогда определимся увеличить, снизить. Ну вот, 15 лет прошло, и раз очереди растут, конечно, мы этот вынужденный шаг делаем, что сокращаем до 70 кубов строительства жилья, но посчитали опять же, мы с Министерством природных ресурсов, строителями, все-таки из этой льготной древесины 70 кубов получается построить дом с чистого дерева 144 квадратных метров. Вполне достаточно. Ну, можно и другую древесину брать на рынке, можно использовать другие строительные материалы. И 15 кубометров для ремонта хозпостроек, строительства бань вполне тоже достаточно. И у нас есть регионы, где даже по 5 кубов на ремонт выделяют. А на строительство жилья от 40 до 50 выше. Есть муниципалитеты, где четко уже делят эту древесину по губам, то есть необходимо там на ремонт 5 дают или 7 кубов, но их мало у нас. Все-таки в законе прописано до 100 кубов и до 25. И, конечно, граждане стараются по максимуму забрать. Комитет поступает, дает Министерство природных ресурсов, обращение муниципалитетов о нехватке выделенных лимитов, о нехватке. И я уже сказал, что очереди на 3-4 года. И мы этот вопрос рассмотрели в законодательном собрании, на совещании по взаимодействию АКЗС и муниципалитетов в июне месяце. И единогласно было принято решение о сокращении норм. То есть это просьба всех муниципалитетов Алтайского края. На месте сгоревших цехов Алтайского бройлера в Бийске запускают новые объекты. Спустя год компания не только оправилась от крупного пожара летом 21-го, но и доработала инвестпроект, несмотря на непростые экономические условия. Губернатор края Виктор Томенко и основатель группы Черкизова Игорь Бабаев осмотрели новые объекты, благодаря которым мощность алтайского производителя может вырасти вдвое. Подробности далее. Алтайский бройлер ждала существенная модернизация, но после пожара летом 21-го пришлось изменить план и отстраивать цеха. Так здесь вырос современный объект. Это камера хранения охлажденной продукции, рядом с замороженной. Цех появился благодаря московской группе Черкизова, которая с инвестиционными планами зашла на Алтай несколько лет назад. Когда идет охлажденка, мы с вами должны ее где-то минус 5 хранить, чтобы он просто... Ну это очень короткий срок годности. А дальше, когда у нас охлажденка, мясо должно в толще проморожено быть. Потому что если мы просто будем морозить, оно сверху заморозится, то нет. Поэтому шоковая минус 36-38 проморозилась. Но все равно я вам советую охлажденку. Тот объем, от которого мы стартовали, когда начинали совместно работать, когда компания выкупила тогда алтайский бройлер еще, значит, увеличение практически двукратное. Экономическая ситуация непростая, но компания не провалилась в работе. По итогам 22-го мясо произведут больше, чем годом ранее – более 70 тысяч тонн. А в ближайшие годы повысят и этот уровень. И мы выходим на 115 тысяч тонн птицы. Это практически мы удваиваем мощность. Мы выводим полностью весь технологический цикл на другой уровень. Если у нас сегодня линия 6,5 тысяч голов в час, то она будет примерно 10,5. В будущие показатели инвестируют 3,5 миллиардов рублей. Так, предприятие скоро введет 6 новых птичников на откормочной площадке в Зональном районе. По словам Бабаева, пятиярусные клетки для выращивания птицы – лучшее технологическое решение сегодня. Видя спрос местной реализации по Сибири, наша птица востребованная, у нас ее реально не хватает. Алтайский край имеет сумасшедшие преимущества над всеми регионами Российской Федерации. И с точки зрения экологии, и с точки зрения фуража, и с точки зрения вообще, понимаете, рынка. Сбывают алтайские бролеры в регионы России, Китае и другие страны Азии. С точки зрения продаж нам на руку наличие кормовой базы и сельхозугодий, хотя вопросы земли и энергетики мешают полномасштабному развитию инвесторов. В их планах завод по переработке продукции в Бийске, и даже маслоэкстракционный завод. А пока правительство края помогает подключать площадки к инженерным сетям и планирует ремонт дорог к объектам. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, День с толком. Жительница Барнаула стала участницей известной передачи на Первом канале. В Останкино на Ларису Селезневу обратили внимание после того, как она приютила в своей квартире голубя. Чем закончилось такое соседство? Об этом далее. О, молодец! Давай, Бублик, жги! Голубь по кличке Бублик зажег на всю страну. Когда-то Лариса Селезнева нашла его в сугробе. Больная птица уже прощалась с жизнью. Женщина пожалела пернатого и взяла домой на пару дней. В итоге Бублик задержался в ее квартире на пару лет. Рентген, уколы, витамины, прогулки. Голубь не особо ценил заботу. Он нас не любил. Вот я вообще таких животных не видела. Он нас не любил, я бы даже сказала, ненавидел. На вытянутую руку к нему. Ну, не знаю, может, потому что я его лечила, уколы стояла, там витамин В, они болезненные. Ну, еще и до этого. Только руку протягиваю, он старался меня всегда клюнуть. Еще немаловажно я узнала, что голуби, которые в неволе при хороших условиях, живут до 30 лет. 30 лет, думал, мне еще терпеть такой террор. Иди есть, господи, я тебе в обиду не дам. Пошел, пошел опять собаку гонять, а. Бублик, 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 дай собаке поесть. Вот, посмотри, отогнал. А это видео Лариса по совету коллег отправила на Первый канал. Буквально через 20 минут с ней уже связался редактор известной передачи «Видели видео». В Останкина женщина приехала вместе с дочкой, внучкой и жертвой пернатого абьюзера, терьером Микки. Идите, идите туда, к ступеньке, к ступеньке. Бублик уже, кстати, покинул квартиру Ларисы. Так что сейчас голубь там, где ему и положено быть. Метит площади и памятники, ест, что послал Бог. А Лариса продолжает помогать животным. В этом году наша героиня отдыхала в Адлере. На пляже женщина заметила голубей, которые запутались в женских волосах. Лариса вновь не смогла пройти мимо чужой боли и опухших лапок. Я пошла, купила маникюрные ножницы. Взять там, и у труда не стоит, лапами кверху. И все вот эти волосы, все-все-все-все-все-все, их отстригала. Потом вином коньяком полью и отпускаю. Итого я спасла 10-11 голубей. Сегодня терьер Мики спокойно подходит к миске. Ведь уже никто не клюнет в самые пикантные места. Сейчас в доме новый питомец, кошка Кшися, которой повезло обрести свой дом и хозяина. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Пяти миллионов рублей не хватает мини-футбольному клубу «Алт Политех» для участия в высшей лиге чемпионат России. По причине нехватки финансов клубу пришлось сняться с чемпионата. Так неужели в крае нет возможности помочь футболистам? Выяснял Дмитрий Троздов. Почему мы снялись с высшей лиги, пошли рангом ниже? Ну, вопрос простой. Бюджет команды. Все дело в финансах. В планах у клуба были финальные переговоры с Министерством спорта и спонсорами о денежной помощи. Однако 21 сентября, по понятным всем причинам, в воздухе повисла неопределенность. Власти не понимают, как и что будет в текущей ситуации развиваться и на что могут понадобиться деньги. То же самое и со спонсорами. Бизнес сейчас беспокоится в первую очередь о сохранении своих предприятий и рабочих мест, а о спонсорстве в последнюю. Конечно, резерв в бюджете команды был, но его хватило бы на пару месяцев. Наша команда приняла очень тяжелое для нас решение, что уйти на рангом ниже в первую лигу. Вот потому что сил очень много потрачено и финансово, в том числе приняли решение сняться с чемпионата. Потому что если заявиться, съездить на пару выездов и сняться, ну это просто имидж нашего мини-футбола, тайского края, ну упадет очень сильно. Почему они отказались, пока нам непонятно. Эта фраза взбудоражило спортивное сообщество. Действительно, какой клуб будет отказываться от денежной помощи по непонятным причинам. Мы попытались разобраться об этом вопросе с генеральным директором клуба. Итак, по порядку. Минспорт готов был помочь финансово в проведении матчей Кубка России, а отнюдь не чемпионата. И речь шла всего о 150 тысячах рублей. Правда, тогда региональное ведомство подключило Алтайскую федерацию футбола. Соответственно, федерация, ей нужно было перераспределить средства с детского футбола, с женского футбола, с чемпионата проведения края по разным разновидностям футбола. Они были готовы заплатить, но так как у нас были партнеры, и там небольшая сумма, мы просто не стали эти деньги брать. Мы провели Кубок России за свои средства. Спортивное сообщество до сих пор не понимает, почему в Министерстве спорта недооценили важность новой мини-футбольной команды мастеров. Иными словами, играющих на таком уровне футболистов у нас просто нет. 5 миллионов могли бы решить судьбу команды, ведь поддержки ее руководство ждало именно от властей. К примеру, 6 миллионов у «Алтполитеха» были бы от спонсора. Если сложить обе суммы, на сезон бы хватило и на организацию матчей, и на выезды в рамках чемпионата России. Но в Минспорте не помогли. И теперь совместная работа будет лишь на уровне создания системы работы в мини-футболе, начиная с детских школ. Чтобы не быть голословным, надо же иметь какую-то некоторую программу. Зачем нам эта программа, какие планы на будущее у этой футбольной команды и так далее. Пока ответов не получили, но мы с ними в диалоге. Тем самым «Алтполитех» сезон проведет в первой лиге сибирского уровня. Бюджета в 1 миллион на участие в такой лиге вполне хватит. Что касается планов на высшую лигу, свои амбиции клубу пришлось отложить до лучших времен. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. Продолжение следует...